Как вообще в целом ислам относится и вообще вот есть ли такое, скажем, разделение исламских и не исламских знаний в исламской науке, исламской традиции вообще? Как к этому относится? Есть ли единое мнение на этот счет? Бисмилляхи рахмана рахмана, саляту вассаляму али-набиину Мухаммаду и али-аниму сахмиджу маинь, алхамдуллах, хотелось бы поприветствовать дорогого, уважаемого брата Рената, Эфенди, маше Аллах, всех участников и зрителей, алхамдуллах, маше Аллаху, субхану ва Таиле, мы, то есть, опять же, когда говорим о неисламских знаниях, то есть, через призму, давайте посмотрим, просто не через призму разума, а через призму нашей религии, через призму Кур'ана и сульны пророка Мухаммада. Ну, именно так мы и должны смотреть, мне кажется. Да, алхамдуллах, Всевышний Аллах, субхану ва Таиле, описывая себя, сказал, халику кулишей, Создатель, Аллах Создатель всего, каждой вещи, и опираясь на этот аят, и опираясь на хадис пророка Мухаммада, салаллаху али-аниму ассалям, хайрун нас анфауни, нас самые из полезных людей, из лучших людей, это те, кто полезны другим людям. Полезны не только в науке исламских знаний, а во всех других остальных знаниях, поэтому, с точки зрения вообще религии, делятся знания на две категории. То есть, сунна шара'ия, это те знания, которые помогают нам должным образом, правильным образом поклоняться Всевышним Аллаху, субхану ва Таиле. То есть, знания, там, как правильно молиться, брать омовение, там, наши вещи. И также, кауния, это тоже знания о Всевышнем, которые, так как мы возвращаемся на аят, то, что Аллах сотворил всё и вся, Аллах Создатель каждой вещи. И также, ахамду лля, Аллах, субхану ва Тааля, установил в этом мире закон, то же самое знание физики, химии, там, о космосе и так далее. Это всё тоже контролируется Всевышним Аллахом, субхану ва Тааля. И верующий человек должен, как бы, познавать не только шариатские знания, все знания должны. Поэтому в исламе нет разделения на исламские знания, не исламские знания. То есть, те знания, которые, ахамду лля, приносят пользу человечеству людям, они тоже, Всевышний нас призывает брать эти знания. Как сказано в хадисе, То, кто направил свой путь для того, чтобы взять знания, получить знания, и в хадисе не указано, что шариатские знания, все знания, Аллах облегчит ему путь в рай. Поэтому Аллах в Коране говорит Это учёные. То есть, сколько людей, например, познают Всевышнего через космос, через физику, через другие какие-то науки. Поэтому, ахамду лля, отвечая на ваш вопрос, уважаемый брат Ирина Фензи, то, что нет, у нас, ахамду лля, разницы между исламскими знаниями и неисламскими знаниями. То есть, мы все знания должны получать. Кроме как, те знания, которые, так скажем, антирелигиозны. Вот это да, это уже, ахамду лля, мы об этом уже не говорим, но такие знания, которые, наоборот, берут, чтобы доказать человечеству, что Бога не существует, вот эти, конечно, это бесполезные знания. Ну, вообще существует мнение, что современная наука, как таковая, вообще сформировалась на антирелигиозном дискурсе. То есть, получается, что целый, скажем, возьмем целое направление биологии, да, вся она фокусируется и строится на определенном понимании вещей, на определенном понимании природы и вообще всех явлений, да, которые вот, условно говоря, заложены неким человеком по фамилии Дарвин, да. И получается, что все направление этой науки, которое вот мы встречаем, оно строится на фундаменте, получается, не религиозном, не исламском, да. То есть, возможно, возможно, даже Дарвин это не подразумевал, возможно, он мне не говорил, что, в общем, я, в общем, против, там, религии, я, честно говоря, просто не изучал, как бы, взгляды непосредственно самого Дарвина. Но впоследствии получается так, что современная наука идет путем доказательства именно того, что Всевышнего не существует, и наука получается, как, можем ли мы воспринимать такую науку, которая ставит свои задачи, как бы, да, вывести за скобки, да, вот, тот самый, того самого объекта, да, того самого Господа миров, который вот произнес этот буть, и оно случилось. То есть, я понимаю, что, наверное, многие ученые говорят, мы как раз-таки изучаем вот это буть, там, да, вот, как раз-таки и пытаемся понять, как это произошло. Но, с другой стороны, мы же, с другой стороны, понимаем, что вот наука, как таковая, вот, современная, она антирелигиозна, то есть, вот, в основном, как бы, в основном своем потоке. Как вот нам, мусульманам, скажем, относиться в этом смысле к научным знаниям, которые, в общем, ну, ученые, которые ставят свои задачи, вот, вывести Бога за скобки, так сказать. Всевышний Аллах в Коране говорит, описывая верующих, я стоми'уна ал-каула, фа я таби'уна ахсана. Верующие, они берут, все слушают и берут самое лучшее. То есть, даже если взять, например, для чего Аллах привел, например, диспут Всевышнего с Иблисом, да, который сказал, то, что отрицал, там, то есть, поклонение Всевышнего и так далее, чтобы нам, аль-хамдуля, из этого взять какую-то тоже пользу. Даже Иблис, там, который не подчинился Всевышнему Аллаху, он назвал Аллаха, даже в этом есть польза, он назвал Всевышнего Рабби, назвал ты мой Господь, признал, что Всевышний его Господь. Даже из этого, аль-хамдуля, мы берем какую-то для себя пользу. Поэтому мы, аль-хамдуля, изучаем и берем самое лучшее. Ну, вот такие вот науки, чтобы нам не заблудиться, не сбиться с пути верующего человека, мы должны познавать, ну, когда уже сами, то есть, познаем свою религию, познаем науки религиозные, то есть, убедимся на уровне сердца, на уровне разума, что Всевышний существует, потом можем уже изучать другие для того, чтобы, наоборот, переубедить и призвать человека, то есть, к Богу. То есть, чтобы у него был какой-то фундамент понимания, то есть, чтобы не стать тоже, ему, этому человеку, не стать таким же, как Дарвин, который отрицает Бога, у него должен быть фундамент. Потом он изучает другие науки, там, скажем, ту же самую там науку Дарвина и так далее, для того, чтобы, наоборот, доказать, что, аль-хамдуля, что существует Всевышний. Ну, в любом случае, опять же, смотрите, вот мы, опять же, если углубимся, такое вот сейчас очень популярное направление – психология. очень много профессионалов в области психологии, это все пришло к нам не с исламских стран, это все пришло к нам непосредственно с Запада. То есть, это культ фрейдизма, опять же, если возьмем фрейдизм, который вообще смотрит на человека как на некое такое животное трехуровневое, да, то есть, так, ну, кто изучал, опять же, знает, да, то есть, там, эго, суперэго, он, да, вот эти все понятия, потом он говорит, что все люди руководствуются в основном посылом такого интимного плана, да, в основном. То есть, он немножко, ну, не то чтобы немножко, мне кажется, он довольно сильно упростил вообще феномен человека и его предназначение. Ну, в любом случае, опять же, мы берем это направление, если копаем глубже-глубже-глубже, понимаем, что там основы не исламские. Должны ли мы, изучая науку, да, пытаться брать хорошее, это понятно, но должны ли мы заглядывать в эту глубину, чтобы понять вообще, есть ли у этого, как бы, здоровое зерно. Потому что у меня, например, есть подозрение, что если фундамент антиисламский, то есть все, что там будет надстроено, вряд ли там что-то вообще может хорошее появиться. Наоборот, укрепит его антиислам. Да, да, и мы будем, как бы, в этой игре участвовать, свои кирпичики в это здание вкладывать, как бы еще, скажем, окрашивая это все, как бы, вот, в исламской некой такой, исламской некой одежды, да, цвета исламские. Нужно ли нам вот туда копать? Или все-таки, вот, видим здание, не копаем, просто смотрим, ну, хорошо, забираем, не очень отказываемся, да, да. Как вот, в этом смысле, как относиться, как считаете? Аллаху алим, я считаю то, что пророк Мухаммад, саллаху алисаму, сказал, «Иннама ла амалу биньят». Каждая вещь расценится под намерением. То есть, с каким намерением человек это делает, с каким намерением это копает, да. Опять же, если он хочет, например, утвердить свое, так скажем, язычество, или утвердить через эти знания, еще укрепить там свое безбожие, то, конечно, это ему только принесет вред и грех перед Всевышним Создателем. Если у него есть какой-то фундамент, база о Всевышнем, понимание, убежденность, и он это изучает для того, чтобы понять, как вести диспут, скажем, своим оппонентам, может быть, через его же какие-то там научные выводы и ему дать ответ, то это, الحمد لله, это полезно. То есть, перейдем пример. Во время Умара бинь-Хаттаба, кто-то читал Библию, кто-то читал Тору, и Умара бинь-Хаттаба разозлился и сказал, «Алями, як фикма анзеля Аллаха али Мухаммад». Неужели, что вам недостаточно, потому что Аллах не спасал пророку Мухаммаду, но при этом не запрещал людям, которые изучили глубоко Куран, изучать и другие книги. То есть, фундамент должен быть крепкий. То есть, человек выйдет сейчас на улицу, когда холодно, у него есть там одежда, он себя защитил от холода, он, иншаллах, не заболеет, не простынет. Но если у него нету одежды, нету этого, он выйдет там в футболке, в майке, он заболеет. То есть, опять же, нужно, у него должна быть крепкая вот эта убежденность в создании Всевышнего, через те знания, которые он получает. И потом уже, опираясь на этот фундамент, он изучает другую науку с намерением для того, чтобы принести какую-то пользу тому человеку, который, может быть, изучал, да, может быть, у него не было, как вы сказали, намерения, там, изначально, там, скажешь, что Бога нету и так далее, но он к этому пришел, чтобы именно изучая его, эту науку, чтобы ему дать ответ, опираясь на этот фундамент, знание фундамента и на те знания, которые он берет, то с таким намерением, ваше Аллах, можно. Но если у него изначально, как бы, он настроен, как бы, против Всевышнего, против Бога, Аллаху, Субхану и Таалей, и берет эти знания углубляясь, и чтобы еще больше углубиться в неверие, то это сальби, это не берется, нельзя. Это только еще принесет грех, еще больше заблудится и заблудит других. Вот смотрите, интересный был тоже феномен в исламской истории, когда в исламскую традицию, в исламский фикх, даже вот в исламской, получается, науке, стало проникать в западное эллиническое понимание вещей. То есть науки, основанные на Платоне и Аристотеле, стали очень активно изучаться в исламском мире. Опять же, багдадская библиотека, гигантские материалы, все это переводилось, все это от корки до корки изучалось, и привело это к чему? Привело к довольно, многие, может быть, скажут, что это обогатило исламский мир, но, на мой взгляд, довольно серьезное разногласие привело, это все привело к серьезным разногласиям. Если, например, будем вникать, в концепцию «ваддадаль-вуджуд», то есть когда люди объединяют творца и творение, ну, грубо говоря, там тезис «Аллах везде», когда они так вот говорят, например, «Аллах везде», это же, если копнуть, мы понимаем, что это как раз-таки традиция Платона, Аристотеля, и все, что пошло после них. С одной стороны, да, люди изучали и плотно как бы прорабатывали темы греческой философии, с другой стороны, напоролись на то, что, ну, я думаю, они лучше меня и лучше, возможно, многих из современных мусульман разбирались в вопросах ислама, то есть это были действительно ученые, и потом оттуда вышли действительно большие имена, можно, опять же, по-разному к ним относиться, но в любом случае, это привело, к сожалению, к тому, что в исламе появились вкрапления, которые, ну, на мой взгляд, негативно повлияли на исторический процесс исламский, да, исламского развития. Вот как к этому относиться? Ведь не сказать же, что, ну, люди глупые были тогда, то есть переводная литература, гигантские библиотеки, изучалась, читалась, то есть вот, а в результате мы получили некий, ну, разногласия, что уж там говорить, да, то есть мы получили среди мусульман серьезные разночтения и серьезные, как бы, вот споры на эту тему, вплоть до того, что люди стали обвинять друг друга в кухре. Да, сахарин. Поэтому, смотрите, вот, отвечая на ваш вопрос, именно где вот эти вот науки были? В Ираке. То есть были две школы, мадреса, мадреса, это аль-хадис, мадреса-хадис, имам Налика, мадреса-рай, абу-ханиф, рахмаллах, потом имам Шаф, рахмаллах, он примирил две школы, ну, как по истории вы знаете. Ну, кстати, если бы просветить немножко, было бы интересно, да, потому что наверняка вы изучали на другом уровне эти вопросы, наверняка мое представление такое, очень примитивное, как бы, может быть, да, было бы интересно то есть, смотрите, то есть, смотрите, имам Налик был, находился где, в Медине, пророк Мухаммада, саллаху алейхмассалам, там, то есть, была сильная понимание, сильная акида, то есть, там, они брали хадисы, мадреса-райхадисы. В Ираке, там уже на тот момент было много философов, много было психологов, там люди, которые изучали Аль-Каун, то есть, вот эту вселенную, даже возьмите Ибрагима, алейхмассалам, еще до нашей эры, как он приходил, то есть, когда уже увидел он там солнце, он сказал, это мой Господь, это больше начал размышлять через размышления, смотрел на луну, это мой Господь, то есть, уже тогда, уже до нашей эры, еще были вот эти узнания на территории Ирака, и на тот момент, как бы, именно, может быть, нужно было доказывать о существовании Вишнева Аллаха, субханаху атеаля, именно через некие науки и так далее, в тот момент, когда в Медине это не нужно было, то есть, народ, который взяли все от пророка Мухаммада, саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху, им достаточно было, сказал Аллах, сказал постаник, все, вопрос закрыт, потом уже, когда имам Шафия, рахмаллах, то есть, альхамдалля, примирил две школы, между собой изучил, мадхаб, книгу Муатта, и имам Малик, потом уже изучал, мадхаб Абу Ханифи, альхамдалля, примирил две школы, и уже ушел из этой жизни, альхамдалля, рахмаллаху, 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 рахмаллаху но сама вот эта вот философия и так далее зашла уже даже в усули фикх вот это зашла в 505 году за время Абу-Хаммеда Аль-Газали который первым вёл философию, вопросы в изучении фикха, в 505 году похитили, то есть через получается в 5-м веку, в 6-м веку я что скажу вот именно мнение касательно вот этих вещей в религию Аллаха, как в религию я считаю, что добавлять не нужно ничего, ни философию, ничего, никакие другие знания, потому что Аллах, Субхану Ва Та Аля, сказал пророку Мухаммеда, саллаху Али-Газали я для вас усовершенствовал религию и сделал его полноценной и довольствовал для вас религию ислам, то есть дин и камень она полноценная, туда чего-то из каких-то других знаний добавлять в саму религию не нужно, вероубеждение и так далее, но изучая эти науки, дабы приблизить людям понимание Аллаха, Субхану Ва Та Аля, это полезное знание то есть, например, посмотрим Аллах, Субхану Ва Та Аля, говорит нам, чтобы мы размышляли на создании то есть, создание небес и земли, то что день меняется на ночь, ночь меняется на день, в этом есть аят, знамение для обладателя разума, и когда человек изучает вот эту науку, тогда он еще больше начинает любить Аллаха, Субхану Ва Та Аля, когда изучает, то есть, какие там планеты, какие они великие, какое большое солнце, сколько раз больше, чем наши планеты и так далее, да, там изучает вот эти все каваки. Космос и так далее, он изучает, как это велико, а какой же тогда великий создатель, то есть, это его подталкивает к тому, чтобы понимать именно, то есть, укреплять свою веру и больше возвеличивать Аллаху, Субхану Ва Та Аля, эти науки, но если эти науки взять, пусть это будет философия, и вести это в религию вовнутрь, не используясь для того, чтобы больше узнать об Аллахе, а вести и что-то исказить в религии, то это, конечно, приведет к разногласиям и отдалить человека от того, на чем был наш останник Аллаху, Субхану Ва Салиму. Понятно, а вот смотрите, как вы относитесь к такому подходу именно, ну, как я вижу, есть все-таки понимание вещей исламское, и есть понимание вещей неисламское. Для меня исламское понимание вещей, оно во многом противостоит тому неисламскому, что сегодня существует. То есть, вот, скажем, ну, как я это понимаю, опять же, вся западная традиция, все западное миропонимание, оно проистекает из вот этих двух великих западных философов, да, то есть, я не имею в виду великих, то есть, как я великим называюсь в Аллахе, и даже не говорю там о великих исламских ученых, для меня это немножко другое, да, но, то есть, их величие в том, что они дали определенный формат мысли, который существует и поныне, и этот формат мысли, он, как бы, хотим мы этого или не хотим, он даже часто, как бы, в мусульманах, как бы, да, пробивается, потому что, ну, что там говорить, я родился в государстве, где постулировалось атеизм, то есть, постулировалось неверие, как основная, как говорится, основная и главная концепция, да, то есть, Всевышнего Аллаха нет, то есть, над верующими людьми смеялись, да, то есть, вот Советский Союз, и понятное дело, что в нас есть определенные, ну, скажем так, зачатки, не зачатки, а, может быть, прям, очень плотно укоренившиеся, вот эти вот, ну, так их назовем, грубо, языческое понимание вещей, правильно ли изучать будет, вот, опять же, ту же самую философию, ту же самую западную какую-то, западную традицию, опять же, современных философов западных, именно для того, чтобы, как бы, вот, различить, отобрать эти зерна от плея, различить, то есть, понимать, что такое исламская, исламская взглядная вещь, и что такое западная, там, такой либеральный, либерический взглядная вещь, то есть, правильно ли будет такой подход, скажем так? Опять же, повторюсь, иншалла, будет этот подход правильным только после того, как человек изучит Коран, изучит религию, чтобы не заблудиться, не сбиться, потому что, вот, даже, например, я вам приведу пример, вот, сколько у нас знакомых есть ребят, да, которые, аль-хамдалли, воспитывались в исламской семье, мусульманской семье, но у них, аль-хамдалли, это было все как адаты, как вот, какие-то традиции и так далее, не было, вот, изучения, вот, почему мы там, аль-хамдалли, даже вот открываем мадрасса для детей и так далее, чтобы с детства ребенок понимал, изучал свою религию, понимал, что вишня Аллаха, кто такой пророк Мухаммад саллаху али-хамдалли и так далее, если он будет только на уровне традиции, то я сам свидетель, сколько в западные страны ездили, возвращаются и меняют уже там, уже уважения к родителям нету, то есть, у меня есть свободу, там, я что хочу, то и делаю, то есть, уже сын там своего отца не слушает, дочка свою маму там не слушает, там, заводит там какие-то отношения и так далее, то есть, почему это, вроде бы, как мусульманская семья, потому что фундамента не было, крепкого изучения своей религии, поэтому если этого нету, то тогда он возьмет другие какие-то знания и будет именно воплощать в своей жизни, поэтому вот эти вот науки изучать, именно это для тех людей, которые, опять же скажу, если он хорошо будет знать свою религию, примет это сердцем, разумом, аль-хамдалли, потом уже изучает, для сравнения, да, можно, для сравнения можно, даже вот человек, который, например, хочет, например, познать о Всевышнем Аллахе, сейчас часто есть такое, то есть, понимание сравнения религии, то есть, человек читает одну заповедь, там, другую заповедь, и читает в Куране, и у него вопрос, аль-хамдалли, закрывается понимание Всевышнего Аллаха, просто после того, как он прочитает Куран, поэтому я всегда говорю, что человек, какие-то другие науки, которые, вот именно вот этого, так скажем, людей, которые изначально они были, то есть, доказывают, что Бога нету, что религия опием для народа и так далее, их изучать, с какой целью человек изучает, если он изучает для той цели, чтобы сравнить, тогда он, вначале, должен знать глубоко свою религию, Куран, Сунну, Пророк Мухаммад, но если он не знает глубоко, есть большая вероятность, что он собьется, еще больше отдалится от своей религии, еще больше отдалится от Всевышнего, от веры во Всевышний Аллаху, субханного та-Али. А вот скажите тогда, какие критерии, как я вот могу, например, сказать, что все, теперь я точно уверен, что я свою религию знаю, и теперь могу переходить на уровень изучения, скажем, каких-то других традиций, будучи спокойным, что я не садкачу с нашей генеральной линии, так скажем. Как вот это, где эти критерии, скажем, да? Первое, что это должно быть на уровне сердца, то есть убежденность, любовь к Аллаху, любовь к Всевышнему, то есть не на уровне разума, на уровне сердца должно проникаться. Аллах в Коране говорит, описывает бедуинов во время посланника Аллаху, сказал, сказали бедуины, что мы уверовали. Аллах, субханного та-Али, говорит, скажи, вы не уверовали, а только приняли ислам. А вот когда религия проникнет вам в сердце, тогда сможете, уже скажут, что вы уверовали. То есть у человека некие сомнения, форточки, так скажем, когда они закрылись, на уровне сердца у него есть вера, Аллаху, субханного та-Аля, подкрепленное знание о Всевышнем, через Коран, через Сунду, посланник Аллаху, тогда уже он может изучать, для того, чтобы, опять же, для какого, для намерения, с каким намерением, не с тем намерением, что у него есть сомнения в религии, в Аллахе, поэтому он изучает, хочет что-то в другом, а именно у него есть убежденность. И он хотел посмотреть, как же так до того дошли вот эти люди, которые говорят, что Бога нету, что же они такого там изучали, что они такого придумали. Давай я, опираясь на свои знания, посмотрю, изучу, как они так дошли до того, что они говорят, что Всевышнего нет. Вот с таким намерением, да. И если, аль-хамдоле, у него есть какой-то мансуб, есть какое-то положение в обществе, там, скажем, он журналист, или он там на какие-то диспоты выходит, это, аль-хамдоле, это поможет ему для того, чтобы еще больше, может быть, через эти же науки доказать оппоненту своему то, что он в заблуждении, он неправ. Вот я поделюсь своим опытом, если позволите. В моем случае были моменты, и которые, ну, скажем так, вот в исламе, они не были до конца, как бы, для меня понятны. И я как-то вот поставил для себя такую, то есть я в исламе не сомневаюсь, сомневаюсь в себе, в своем понимании. То есть я вот, у меня было четкое понимание, что вот вера в Аллаха и все моменты, они четкие. Но у меня были непонимания по деталям, второстепенным, третьестепенным и так далее. Я просил Всевышнего Аллаха, как бы, рано или поздно это мне открыть, что то, что я не понимаю, и как бы не погругался. Даже сейчас есть какие-то вопросы, которые я думаю, что я вот, ну, если вы меня зададите, я достаточно внятно и достаточно там объективно не смогу как бы, да, там, ответить, кроме как, ну, условно говоря, когда вы мне скажете там, а где Аллах? Я вам отвечу очень просто. Возьми Коран, прочитай там, вот как там написано, так и есть все. Меня не трогай в этих вопросах, да. То есть я не могу развернуто, расширенно там человеку, например, взять там и вот на такие вопросы давать ответы. Все, вот возьми Коран, там написано, меня оставить в покое. То есть я так отвечу. Но будучи, скажем, даже вот в таких вопросах, да, я как бы оставлял их на потом. Когда я изучал, что называется, западную традицию, да, для меня открылись моменты, которые были непонятны мне в исламе. То есть я понял разницу, когда я понял эту разницу, то есть как у нас в исламе и как, например, в западной традиции, да, я это, я утвердился в определенных моментах, именно когда вот изучал вот как бы обратную сторону этого, да, то есть, ну, грубо говоря, когда определенный был этап, когда я вот читал намаз, был искренне убежден, как сейчас, что ислам – это вот истинный путь. Вот для меня там не совсем ясно было, концептуально, принципиально. Кроме того, что мы почитаем послание к Аллаху и исследуем его сунью Мухаммаду, в чем вот принципиальное отличие от каких-то других традиций, да, то есть от монотеистических традиций, там, иудеев, там, или христиан, да. То есть вот я, когда я это изучал, когда я стал изучать современность, что из себя представляют там, те или иные, то есть, опять же, или язычество, да, там тоже самое современное, которые тоже говорят, мы же в Бога верим, просто у нас как-то так мы в Бога верим, а не так. Для меня становилось все яснее и яснее, я укреплялся как бы в именно исламском понимании вещей. То есть вот опять же, я не могу сказать, что я прямо крепко и четко какие-то вещи знаю, да, в исламе, но изучая, как бы, вот, скажем так, какие-то антиисламские вещи, я понимал, в чем разница, в чем величие и в чем, как бы, красота нашей религии. То есть вот у меня такой немного подход был. Ошибочный ли это подход или там тоже... Я ваше ладо, вот вы сами ответили как раз на то, чтобы подтвердить то, что я сказал. То есть вы сказали, это утверждало то, что, аль-хамду-ля, еще укрепляло красоту то, что есть в нашей религии. Откуда вы узнали, что есть в нашей религии? Вы изучали нашу религию, поэтому у вас был фундамент. Но если бы не было этого фундамента, то есть если бы вы мне прочитали бы Куран, не знали бы там какие-то азы о религии, да, то тогда бы вы могли бы сказать, какая что-то, вот, другая философия вам бы понравилась, может быть. То есть или... Поэтому что, если фундамент, он, аль-хамду-ля, есть у вас, то, аль-хамду-ля, вы уже можете сравнить с чем-то с другим. То есть это субъективно. Все-таки на субъективном, на личностном, на уровне сердца я должен понимать. Конечно. То есть какие-то вещи, как бы, связанные, и уже потом двигаться дальше. Да. Получается, все равно, даже если ты не будешь на уровне сердца это понимать, ты все равно двигаешься просто, какие результаты будут, да, у тебя как-то. Ты можешь двигаться не в том направлении. Еще дальше, да. Если нет веры, если нет вот этого, так скажем, вот этого фундамента, аль-хамду-ля, на уровне сердца, человек может заблудиться еще, дальше уйти. Примерно с этим мы разобрались, как взрослому, адекватному, тогда так назовем, человеку, который изучает религию, как к нему подходить. Но давайте немножко сместим наш фокус на детей. Есть ли какие-то особые понимания вещей, связанные с детьми? Ну, мы живем, преимущественно, в неисламском обществе. Многие живут в городах, где вообще мусульман там днем с огнем не свечешь, да, многие люди живут вроде и в мусульманской стране, но как бы от исламских именно, исламской именно вот этой традиции, понимания, да, как бы вещей тут очень мало остается. Как правильно, опять же, преподносить вот эти вещи детям? Знания и исламские знания, то есть какие фундаментальные вещи мы должны детям проговорить и объяснить, чтобы они могли этим инструментом, ну, опять же, я называю это не исламские знания, да, мы пришли к тому, что все-таки там, как бы у нас разделение такое условное, но тем не менее, да, какой фундамент мы должны заложить детям, опять же, чтобы в правильном направлении они тоже двигались и, ну, максимально избежали этих мин, да, которые разложены по пути, и чтобы не было как бы вот, как бы чего не вышло. Маша, алхамдалля. Ну, здесь, знаете, что, алхамдалля, как сказал пророк Мухаммад, обращайтесь к людям, то есть по их разуму, то есть, конечно, наши дети учатся в школе, там, изучают математику, там, другие, географию и так далее. И все знания полезные, алхамдалля, то есть они не противоречат с знаниями религии, не противоречат с знаниями о Боге, о Всевышнем Аллахе, но другие какие-то им науки давать, так скажем, атеистические, вот от этого нужно их уберечь, когда бывает там Запад навязывает там нашим детям, там даже через мультфильмы бывают какие-то атеистические вещи, вот даже, то есть он как губка впитывает и потом уже, то есть надо вот смотреть, чтобы именно следить, чтобы им где-то не навязывались такие вот знания, так скажем, атеистические, которые противоречат Всевышнему. А другие науки, которые, аль-хамдалля, другие науки, как математика, там, алгебра, география и так далее, там, физика, это все, аль-хамдалля, только поможет нашим детям, но при этом, аль-хамдалля, мы должны детей обучать религии параллельно Курану, там, история пророков, то есть, опять же, если он еще маленький, там, в игровой форме, потом уже там, как пророк Мухаммаз, аль-хамдалля, то есть обучает своих детей намазу в семилетнем возрасте, когда десятилетний возраст достигает, ударьте их, имейте в виду, не избивайте, то есть уже построже к ним отнеситесь, если он пропускает намаз. Разделяйте в десятилетнем возрасте мальчика, а девочки в постели, то, чтобы они вместе в одной кровати не спали. То есть все, видите, как порок Мухаммад Саван поэтапно, постепенно, постепенно, пока вот так вот развивается. Поэтому здесь, если, например, аль-хамдулля, те, чтобы подытожить те знания, которые, аль-хамдулля, они не несут с собой атеистический характер, но они не исламские знания, так скажем, да, то, аль-хамдулля, это должно быть, они должны излучать, должны быть, аль-хамдулля, наши дети изучать. Но при этом они должны будут тоже с детства их обучать или записать в воскресную школу, в мадресе, чтобы они знали вот эти вот какие-то азы и религии свои, Куран изучали и так далее, то, чтобы у них был тоже уже с детства, был фундамент, аль-хамдулля, и чтобы с детства уже религия проникала в их сердца, на уровне души, чтобы у них было аль-хамдулля. То есть даже вот я даже вот, помните, даже, ну, когда мы маленькие были, все равно воспитывались, может, так не изучали глубоко, но мы знали, что халяль, что харам, то есть даже в первом-втором классе в школе учились, мы знали, что мясо не кушали там, не халяль. То есть уже это идет воспитание вот этого некого дома. Ну да, аль-хамдулля, вот у вас это было понимание, как бы вот с детства вам заложили, да? Я замечаю, что если не заложить это с детства, то религия очень кажется в каком-то смысле очень тяжелой. Когда, например, вот ты людям там говоришь, ну, брат, ну, ты что вот купил там, да? Это же, ну, ты вообще поинтересовался, халяль это или вообще нет. Ну, я знаю, что человек не татарин, но там, условно, не религиозный. Он, а что, как я буду сейчас, я что должен искать, что я по всему городу халяль? То есть я, как я, или там, толбасу, я что должен читать там состав, там искать маркировку и так далее. И для него это серьезная проблема, уже серьезный вызов, это целый, как бы надо перестраивать там как-то свой этот там, и жену научить, как мясо покупать, и какие-то места искать. И опять же, если вникнуть там, халяльное мясо, то оно подороже, как оказывается, да? То есть там, когда забой определенным образом, то есть, ну, когда ты изначально вот с детства, как бы, приучен, да, там, тому же вопросу халяль, да? Ну, у тебя даже так вопрос не стоит. То есть ты, как я могу купить что-то вообще не такое, да? То есть для себя, сложно говоря. Конечно. Мы с детства, если ты приучен, ну, ты, это для тебя легкий вопрос, ну, нету мяса, ты там рыбу поешь, нету рыбы, ты там картошку покушаешь, то есть, ну, ты уже как бы у тебя что-то, то есть для тебя это ненормальные вещи, то есть для тебя это не усложнение, нет, не сделает для тебя какую-то проблему. Даже помню, когда мы учились, аль-хамдуля, в Ульяновске у нас при центральной мечети была гимназия, татарско-арабская гимназия, и мы в столовую ходили, там, в обычную школу. И директор этой школы поблагодарил нашего муфти тогда, рахаму Аллах, и сказал, говорит, то есть вот в нашей школе, говорит, дети с хлебом играют в футбол, а ваши, которые приходят на обед с мадраса, они поднимают, что-то там про себя читают и кладут наверх этот хлеб, говорит. То есть спасибо вам за таких детей. То есть опять же, что же, у нас здесь, получается, что это как бы нельзя играть и так далее, уже на этом уровне какое-то было понимание. То есть, аль-хамдуля, у кого-то этого не было заложено с детства, поэтому с хлебом в футбол играть. Поэтому, аль-хамдуля, если мы вот так вот здесь и будем обучать, здесь... Ну да, мусульманские народы, они ведь довольно сильно пострадали в период голода. Вот казах, 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 вот Оренбург там, да, то есть казах, казахский народ очень сильно пострадал. То есть, опять же, татары очень сильно, живя в таких вот широтах, где довольно холодно там, да, то есть... И вот меня тоже предварили, да, что вот... Ну это опять же, не знаю, насколько это исламская, опять же, традиция, но традиция именно как бы такого отношения к еде, как к чему-то, чем ты не должен как бы вот так пренебрегать, бросаться едой там, я не знаю, играть там условно с едой, да, там, я не знаю, я уж не говорю пинать, это вообще как бы, да, такой момент. Но вот опять же, вот, исламские традиции, если они даже как бы не впрямую, но как-то косвенно все равно застронули, получается, целые народы, целые поколения, то есть, да, опять же, ну... И, откровенно говоря, вот я не знаю, там, чего вот эти детишки Китая, да, и не знаю, опять же, насколько это исламский подход, да, но я в этом вижу как бы то, что в этом есть зерно как бы именно такого трепетного отношения к тому, что Господь миров нам дал, как бы, да, то есть, может быть, вот этот кусочек хлеба, да, там, для какого-нибудь африканца, да, который неделю там не видел вообще еды, только на воде живет, он будет для него вообще спасением жизни, там, да, мы здесь так вот относимся к этому вопросу. Поэтому, да, вот эти знания, конечно, они очень-очень-очень важными являются. Вот, ну, вот, значит, все-таки, если я вас правильно понял, все проистекает из, опять же, такого знания религии, опять же, то есть мы точно так же преподносим детям основы, чтобы они могли адекватно воспринимать как бы альтернативу. Ну, ведь, опять же, альтернатива, она часто очень более красочная и более такая, более яркая, да, опять же. Западная традиция выстроена очень там сильно на музыке, например, да, в то время как вот и мусульманские страны, они, конечно, тоже современные не сильно в этом отстают, но тем не менее, да, если мы возьмем какие-нибудь страны более такого традиционного уклада, опять же, да, музыка там, ну, не так сильно постулируется, как в других странах. Визуальная часть, да, возьмем языческую какую-нибудь культуру, индуистскую, да, какие-то там какие-то слоноподобные люди, какие-то там обезьянники, очень все красочно, очень все, очень какие-то такие вещи, как бы, да, вот для ребенка, для ребенка, ну и вообще, откровенно говоря, и для взрослого тоже. Я тоже слышал такие случаи, когда люди, к сожалению, как бы оставляли ислам ради вот каких-то таких пентифлюшек, то есть, да, им больше нравились какие-то вот такие вот языческие игрульки. Для ребенка оно, конечно, визуально очень более притягательно, так назовем. И вот этот западный кинематограф, он это тоже довольно сильно использует. Вот. Я не знаю, у вас, по-моему, ведь детишки тоже вот школьного возраста. Как вы, например, вот если, допустим, приходится детям смотреть какой-нибудь мультик, ну, положим, веснеевский мультик Моана, рассказывается о полинезийцах, полинезийская культура, культура татуировок каких-то таких, да, вот там они, они так танцуют, там мореплавать или какие-то там, какая-то музыка такая своеобразная. И опять же, постулируется прямое язычество. Вот, что мы там не говорим, мультик очень красивый, очень такой, очень классная визуальная часть, но постулируется, по большому счету, языческой традиции прям. В этом случае, то есть как, как вот ваш, ваш механизм порядок действий, допустим, вот они посмотрели, что вы делаете? Ну, осталось, опять же, никто там, там как-то там сейчас хвалить детей там не хотелось бы, ну, просто вам приведу, примерно 4 года Мухаммаду что-то новое все смотрел, и там перерыв музыки играет, ну, не обречаешься, нет внимания, я понял, астагфураллах, папа, так, музыка, переключился, 4 годика, то есть он как-то вот с детства вот это все, как-то, знаете, воспитание с мамой, с супругой, или там Сулейман какую-то вещь услышал, там как, астагфураллах, он что там, этого аята не знает, что ли, что вот так Аллах сказал, то есть у них уже как база есть, то есть поэтому с детства, вот они, мы старались, больше всего, конечно, после Аллаха, дать должное супруге, она как бы старалась, возила их и так далее, постоянно, чтобы они с детства, с 5-летнего возраста изучали религию, Кур'ан, аль-хамдуллях, то есть какая-то база есть, и он понимает, что что-то, если другое, язычество и так далее, это ненормально, он уже понимает, что, аль-хамдуллях, он на прямом пути, то есть на пути Всевышнего, от все остальное, это все ненормально, даже у меня один раз, там этот какого-то, один сын сказал, как он говорит, может ему поклоняться, это статуэтки, сейчас она упадет, разобьется, говорит, умрет сама, то есть даже такие вещи уже, то есть он понимает, как бы, аль-хамдуллях, что есть Аллах, есть Средатель, то есть поэтому, опять же, вернемся к тому, что мы должны с детства давать тоже религиозное образование, потому что, ну как будущие мамы, видишь, что как бы родители, да, аль-хамдуллях, они хотят, чтобы дети были успешны и так далее, но забывают об исламских знаниях тоже, поэтому, когда забывают об исламских знаниях, у него тогда уже формируются другие знания, есть вот, как опять две категории знаний, которые мы должны изучать, которые, они не исламские, но они, аль-хамдуллях, не противоречат исламу, а наоборот, помогают нам познать Бога больше, есть другие, которые антирелигиозное знание, поэтому, если у него не будет фундамента религиозного, тогда он может, вероятно, что где-то взять антирелигиозное и потом уже, не да Аллах, быть со временем таким человеком, который будет доказывать людям, что Бога не существует, это тоже возможно, если не будет у него фундамента, крепкого фундамента, любовь к своей религии, то есть как бы, если даже, например, вот мама что-то тебя там попросит сделать, если маму ты, мы говорим, мы любим маму, ты же не можешь, вопреки маме, что-то сделать плохо и навредить, то, что расстроит ее, вот так же мы должны полюбить Аллаха, и чтобы наши дети также любили Аллаха и знали, что он не может предать Аллаха, не может предать ему с товарища, не может ослушать его Создателя, если любовь, она будет крепкой, на уровне сердца, аль-хамдуллях, в детском возрасте, любовь ко Всевышнему, аль-хамдуллях, даже вот, это Аллах тебе дал, это Аллах нам даст, Аллах тебя любит, аль-хамдуллях, вот это выкарбов в форме, и так далее, постепенно потом уже закреплять это аятом, хадисом, и так далее, иначе у него сформируется любовь ко Всевышнему Создателю, Аллаху, и он же не посмеет, не осмелится ослушаться Аллаха из-за любви к нему, из-за любви к Создателю. Вообще исчерпывающе сегодня вы эту тему раскрыли, на мой взгляд, очень привет. Все на самом деле строится по большому счету на очень простых и очень понятных вещах, которые мы часто, к сожалению, забываем все. Знай свою религию, по идее, если ты знаешь, иншаллах, свою религию, если ты искренен в этом, Аллах Тааля мне оставит тебя, поэтому пусть Аллах Тааля воздаст вам благо за этот содержательный разговор, я очень благодарен всем, кто был сегодня с нами, кто с нами сегодня, кто нас сегодня слушал, пусть Аллах воздаст вам благом тоже. И ассаламу алейкум варахматуллахи в баракату. Джазакам на хайр вам, шеймнат за вашу рейму, арахмамдар, и всем братьям и сёстрам, арахмамдар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.